27 марта 2021 года Министерство окружающей среды и урбанизации Турции утвердило план зонирования судоходного канала Стамбул, канал Истанбул, предназначенного для обхода перегруженного пролива Босфор, пишет турецкое интернет-издание Ahval News, ссылаясь на старейшую местную газету Камхариайт. Глава ведомства Мурат Курум проинформировал, что были внимательно изучены все возражения, направленные против проекта, как со стороны граждан и муниципальных властей, так и различных государственных учреждений. Таким образом, усилия противников проекта оказались тщетными и канал будет построен. Отмечается, что в 2011 году президент Турции Реджеп Таип Эрдоган объявил о необходимости строительства 45-километрового водного пути стоимостью 25 миллиардов долларов, соединяющего Мраморное и Черное море, и проходящего параллельно проливу Босфор. Канал должен был разгрузить Босфор, но его строительство было встречено решительным противодействием со стороны оппозиции. Профессиональные активисты-общественники, грантаеды из НКО и новый оппозиционный мэр Стамбула, начали хором утверждать, что канал представляет серьезную опасность для мегаполиса. Они предсказывали крупномасштабное землетрясение, уничтожение последних лесных районов громадного города и нескончаемые беды для обитателей Мраморного моря. Кроме того, оппозиционеры настаивают, что строительством ненужного канала турецкий Кабмин решил простимулировать близких к действующим властям Турции бизнесменов, отдав им на освоение гигантские деньги. Стамбул столкнулся с крупнейшим коррупционным делом в своей истории, написал стамбульский депутат от главной оппозиционной народно-республиканской партии Камхариат Халк Партиси Гюрсель Текин в своем твиттер-аккаунте. Вопреки практике, план зонирования был утвержден за закрытыми дверями, без учета мнений каких-либо учреждений, неправительственных организаций, торговых ассоциаций и без обсуждения в комиссиях и собраниях муниципалитета Стамбула. Добавил он, теперь Министерство транспорта и инфраструктуры Турции возьмет на себя финансовую ответственность за реализацию проекта компаниями-подрядчиками, подытожила турецкая СМИ. Эксперты считают, что после появления Стамбульского канала может возникнуть ситуация, при которой перестанет выполняться конвенция Монтрео о времени нахождения и тоннажа военных кораблей нечерноморских стран в Черном море. Опасность связывают с тем, что в конвенции Монтрео указывается пролив Босфор как водная артерия, движение кораблей через которую регламентируется. О движении через возможные новые водные артерии в документе ничего не говорится.